Александр Ильич, я помню уже, Николай Николаевич имел уже опыт и обучился в Германии и на философском, и на медицинском факультетах, а потом еще и с Геккелем отправился на Канарские острова, где, по-моему, и получил болезни. И вот путешествие на Новую Гвинею действительно было на тот момент выходящим из ряда вон, можно сказать. Необычайно смелым предприятием и чрезвычайно рискованным, чрезвычайно рискованным, но в научном плане необычайно интересным, потому что мало того, что это была терра инкогнито, совершенно неизвестная европейцам, так еще считалось, что там не люди живут, а некая переходная форма от обезьяны к человеку. И, конечно, молодому Миклуха Маклаю, ученому, который только, так сказать, был на взлете своей научной карьеры, было необычайно интересно выяснить, так оно или не так. Тем более, что его учитель Геккель считал, что Геккель был сторонник дарвиновской теории происхождения видов и происхождения человека, он считал, что должны быть переходные формы. Вот в европейском мире ученом тогда считалось, что такая переходная форма – это как раз и есть папуасы Новой Гвинеи. Поэтому Миклуха Маклай рвался туда, посмотреть, так оно или не так. И заняться, естественно, научными исследованиями Новогвинейского мира в целом и природы, и животного мира, и прежде всего, конечно, коренного населения. Ну, надо сказать, что с точки зрения российской науки, Новая Гвинея – это была территория России неинтересная и непонятная, и надо ли тратить деньги и проводить исследования, Бог знает, в каком мире. Но надо сказать, что Миклуха Маклай сумел убедить в необходимости такого путешествия и власть придержащих, и русское географическое общество. И, в конце концов, насколько я помню, даже с ведома императора Александра II, была организована вот эта экспедиция в 1871 году. Он отправился на Новую Гвинею, что вообще с точки зрения тогдашних метров императорского и географического общества было несколько неожиданно и необычно. Ну, и вот эти исследования, они дали колоссальные научные результаты не только в плане сбора этнографического материала, не только в плане сбора фактографии, но прежде всего с точки зрения представления об эволюции человечества, об эволюции вида Homo sapiens. Конечно, никакой промежуточной формы между обезьянами и людьми папуасы не являлись. Это самые обычные люди, это вид Homo sapiens, и Миклуха Маклай довольно быстро в этом убедился. Миклуха Маклай, когда отправлялся в свою экспедицию, он же отправлялся на остров, который считали островом смерти для белого человека. Почему действительно это было настолько страшно на то время? И как вы можете оценить, почему Миклуха Маклай не побоялся все-таки это сделать? А вот не побоялся, потому что мужественный человек и фанат науки, именно так. Страшный остров, потому что мало кто знал, что там на самом деле. Это тропики, это влажные тропики с чудовищным, совершенно такой жаркой, душной жарой. Я проплывал мимо Новой Гвинеи, поэтому я знаю вообще, что там ощущается. Это плюс всякие тропические болезни, плюс кусачие, ползающие, летающие всякие там насекомые, змеи. И, конечно, уверенность европейцев в том, что там людоеды живут. Ну, как же можно туда поехать? Никаких людоедов там, конечно, не было, но репутация-то такая была. И вот, кстати, заслугами Миклуха Маклая то, что он и это развеял. С точки зрения папуасов, это чужак, неизвестно откуда взявшийся, совершенно не похожий на них, с белым цветом кожи. А таких людей, по крайней мере, жители той части Новой Гвинеи, которая потом получила название берег Маклая, они таких людей не видели. Поэтому известно, что когда его высадили с корабля Витязь, то можно было ожидать, и, по крайней мере, русские моряки предполагали, что он там может погибнуть, столкнувшись вот с этим, как говорили европейцы, нецивилизованным диким населением. Но он сумел не только выжить, но завоевать расположение и дружбу и поддержку коренного населения острова и провел соответствующие исследования. Ну, например, считалось, что у полулюдей, полуобезьян должны быть волосы, которые росли кучками и клочками, то есть где-то волосы, где-то голый череп. Выяснилось, конечно, что это не так, что там совершенно обычные волосы, выяснилось, что у них совершенно обычное мышление нормальное, что это такие же люди. И когда Миклуха Маклай в этом убедился, то понятно, что главной задачей стал сбор этнографического материала, как каких-то артефактов, так и зарисовки, записи в дневнике. Причем надо же иметь в виду, что в Новой Гвинеи чудовищный климат, и вот в таких условиях он вынужден был работать, подцепил, конечно же, кучу тропических болезней, которые потом будут мучить его всю жизнь. Поэтому, когда мы говорим о научном подвиге Миклуха Маклая, надо иметь в виду не только то, что он там кучу нового открыл, кучу нового собрал, но и надо иметь в виду необычайное личное мужество этого человека, потому что далеко не каждый рискнет, по сути дела, пожертвовать своим здоровьем во имя науки. И результаты, конечно, превзошли все ожидания. Повторяю, дело не только в том, что он собрал уникальный этнографический материал о жизни народа Океании, одного из народов Океании, не контактировавших еще с белыми людьми. То есть это этнографические материалы до периода европейской колонизации, что особо ценно. Там никакого влияния еще европейцев не было. Но дело в том, что он же смог доказать единство человечества, доказать, что нет высших и низших рас, что все люди равны. Ну, для нашего времени это совершенно тривиальный, банальный вывод, но в те времена же это было совершенно новым. Потому что даже так называемые прогрессивные ученые и России, и Европы, они были уверены, что есть расы высшие и низшие. А оказывается, нет. Тогда это был совершенно революционный вывод, который произвел сильное впечатление на европейскую науку. Но я бы добавил, что и для России это имело значение. Потому что Российская империя была страной многонациональной, с народами, которые придерживаются разных культурных ориентаций, как говорится, разных культурных архетипов. И, конечно, отношение такое, что есть высшие и низшие, оно было и внутри Российской империи. Вот когда один из отечественных ученых доказательно показывает, что высших и низших не бывает, это, конечно, имело очень большое значение. Об этом, кстати, писала русская публицистика. Они сразу оценили вот эту сторону исследованиями Клуха Маклая. Поэтому с научной точки зрения недооценить или, скажем так, переоценить открытие этого русского ученого просто невозможно. Александр Ильич, ну вот смотрите, вы сказали то, как раз, на чем базировалось мнение о том, что есть промежуточное звено. Это пучкообразные волосы. Да, да, да. Не кажется ли это абсурдом, чтобы можно было опираться науке на том, что они даже не исследовали, а просто привели теорию? И на этом строить доказательную базу о том, что папуасы являются промежуточным звеном? Ну, вы знаете, нам с высоты 21 века легко рассуждать, потому что у нас есть куча информации о том, что считать признаком того или иного вида. И сейчас, как известно, нашли виды помимо Homo sapiens, археологические остатки. Но тогда же никто ничего не знал. Тогда только-только начиналось изучение антропологии и антропогенеза происхождения человека. Поэтому неудивительно, что они цеплялись за те признаки, которые сегодня нам, безусловно, кажутся абсурдными. Но, вы знаете, в наши дни то же самое бывает. Потому что, когда начинается изучение сейчас, по крайней мере, какие следы неандертальцев есть в современном человеке, или денисовского человека, хоббитов, которых нашли, останки которых нашли в Индонезии, то тоже начинаются всякие абсурдные вещи в попытках доказать степень воздействия, степень генетического наследия и так далее. Поэтому, на мой взгляд, удивляться не стоит, что тогдашние ученые брали абсурдные вещи как точку отсчета для тех или иных выводов. Ну, так вот заслуга таких ученых, как Миклуха Маклая, что они показывали несостоятельность такого рода подходов. И еще хотелось бы отметить удивительно доброжелательное отношение Миклуха Маклая к папуасам. Потому что ведь были и другие ученые, которые позднее, почти параллельно с ним, позднее попадали в Новую Гвинею. Они таким гуманизмом и таким человеческим отношением к коренным жителям не отличались. Их боялись, чуть что начиналась пальба и так далее. У него сложились совершенно дружеские, я бы даже сказал, гармоничные отношения с коренным населением, что очень важно и очень ценно. И надо сказать, что часть западных ученых, которые изучали жизнь и творчество Миклуха Маклая, Вебстера, Венди Пэттен, они отмечают вот это, что совершенно гуманное отношение к коренным жителям, которые Маклаю как европейцу, по идее, должны были казаться нецивилизованными, злобными дикарями. Но на самом деле это совершенно не так. Вот это тоже очень ценно. Ну, фактически он же во время встречи с ними принял для себя решение, что никакое оружие не может ему помочь. Потому что любая агрессия влияет и с их стороны той же самой агрессии. Конечно. Вообще-то был необычайно мужественный человек, что на первый взгляд кажется неожиданным. Щуплый, невысокий, да, такой субтильный, говоря, современный. До 42 килограмм веса у него было. Ну, он потерял, потому что, да, там же тропическая лихорадка и потеря веса. И такое удивительное мужество и такая, в хорошем смысле, научная настырность достичь тех целей, которые он поставил. Он же был еще и на западном побережье Новой Гвинеи, это Папуа-Кавиай, да. Там, тамошние папуасы уже были знакомы с европейцами и с азиатами, знакомы с очень нехорошей стороны. И были столкновения, и коренное население белых, которые там появлялись, воспринимало как заведомо опасных врагов. Тем не менее, он туда поехал и сумел. Это было очень опасное путешествие, и были там всякие у него неприятные, так сказать, случаи. Но, тем не менее, он сумел не просто выжить, он сумел там провести исследование и в конечном итоге установить, ну, достаточно доверительные отношения с жителями. Это удивительная способность. Александр Ильич, скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что некоторые европейские ученые говорили о неполноценности некоторых рас и народов в угоду колониализма, в угоду того, чтобы можно было их прообращать и... Найти идеологическое оправдание экспансии колониальной, да? Да. Вы знаете, по-разному. Дело в том, что часть ученых искренне в XIX веке искренне считала, что это люди, ну, если не второго, то, по крайней мере, другого сорта, не такого, как европейцы. И это не сопровождалось какими-то российскими выводами, просто считали, что да, надо изучать. Ну, не дано им так, ну, вот природа создала иначе. В наши дни, конечно, ученых, если их можно назвать учеными, которые придерживались бы российских взглядов, нет. Потому что это абсурд и давно доказано, что это совершенно не соответствует действительности. Но, конечно, и в те времена, и в наши дни есть так называемые ученые, которые в угоду политическим целям своих правительств или своих покровителей готовы доказывать все, что угодно. Поэтому Миклуха Маклайу пришлось столкнуться и с честными заблуждениями, проистекающими от недостатка научных знаний, так и с откровенными квазинаучными спекуляциями. Разумеется, это было есть, и, к сожалению, это будет всегда. Российские теории на тот момент, к сожалению, в европейском обществе считались нормой. И Миклуха Маклай пошел, фактически, занимаясь после своих уже научных исследований, общественной деятельностью против, ну, не общества, но значительного мнения тех людей. Против общественного мнения, конечно, да. Насколько это было быстро принято, и насколько это было сложно принять общество, по вашему мнению? Вы знаете, принято это, пожалуй, обществом, широкими слоями населения не было. Но без таких прорывов, без таких вот, ну, что ли, интеллектуальных поползновений и движения-то никакого не будет. Потому что то, что начал Миклуха Маклай, вот это утверждение о равенстве рас, он был один из первых, кто так сказал. И это потихонечку, полигонечку, а может и не очень полигонечку, но начало распространяться. Потому что, объективно-то говоря, российские предубеждения и предрассудки, они начинают исчезать только во второй половине 20 века. То есть почти через сто лет после Миклуха Маклая. Но без таких первопроходцев идеи равенства рас, она и не могла бы реализоваться. — Александр Ильич, вам не кажется, что люди, которые пытаются доказать свое доминирование за счет расы, за счет этнического происхождения, за счет каких-то своих особенных качеств, они сами в какой-то мере не обладают достаточным знанием, чтобы считаться действительно полноценной, развитой, гармоничной личностью? — Конечно, безусловно так. Так я бы даже добавил, что они, сами того не подозревая, пытаются изжить некий комплекс неполноценности. — Вот я тоже так говорю. — Да, это совершенно очевидно. Расизм – это мерзкая штука, крайне неприятная, недостойная образованного и порядочного человека. — Его общественная деятельность по защите папуасов, и папуасов в первую очередь берега Маклая, ведь он фокусировался на тот момент, несмотря на то, что провел очень много исследований в разных частях света, точнее, в той части света, около 150 путешествий у него было, и вообще в океане он очень много провел исследований, но он фокусировался на том, чтобы защитить население, коренное население берега Маклая. И не получил поддержки. Вот как вы считаете, с чем это было связано, и почему все-таки колониализм и Германия на тот момент колонизировала берег Маклая? — Ну, тут целый комплекс вопросов вы задавали. Что касается поддержки, вот он обращается к русскому правительству, это известно, с тем, чтобы Россия первоначально, может быть, выступила как протектор берега Маклая. — В качестве защиты. — Да, да, и чтобы это стало протекторатом России. Потом он там пытался, как вы знаете, создать русскую переселенческую колонию. — Я вам хотел сказать, что, перебивая вас, что протекторат на тот момент, когда он выезжал и отправлялся в экспедицию, это действительно была защита, а в то время, когда... — Я считаю, что всегда была защита. Дело-то в том, что вот эту защитительную миссию, кстати, очень четко создавало русское правительство. Мне удалось почитать документы, и министр иностранных дел России Николай Карлович Гирс пишет уже императору Александру Третьему, это уже начало 80-х годов, что Миклуха Маклая все эти свои предложения вносит, отталкиваясь от идеи защиты папуасов. То есть это все понимали. И дальше Гирс пишет, что, несомненно, благородная задача, но нереализуемая, потому что Россия тогда вступит в конфликт, в противоречие с интересами Англии и Германии, что ей совершенно не нужно. А кроме того, экспансия Англии и Германии на этом острове зашла так далеко, что уже поздно что-либо делать. Но тут важно отметить, что вот эту идею гуманную, защиты интересов папуасов, русское правительство, кстати, четко осознавало. Не очень это его волновало, это правительство, эта идея. Но осознавали. Что же касается колониализма и идеологического оправдания неполноценности коренного населения океании, как оправдания колониальных захватов, то вы знаете, в чем дело? Это же 19 век. Тогда тот факт, что отставшие по разным причинам в своем развитии народы рано или поздно попадут под власть европейцев, это воспринималось как данность, которая, ну да, не то что вызывала критику, она вообще не требовала обсуждения. Вот как сейчас процессы глобализации идут, но можно возмущаться, можно поддерживать, можно там говорить, что та или иная страна должна найти для себя нужную нишу в процессе глобализации. Но это процесс объективный. Так тогда было с колониализмом. Поэтому сказать, что Миклуха Маклай, скажем, был яростным принципиальным противником колониализма, колониализма нельзя, это невозможно. У него это была, ну, вот повседневная реальность. Другое дело, что он считал, что если уж и проводится колониальная политика, то она должна проводиться исключительно в интересах защиты и цивилизации коренного населения. Кстати, объективно говоря, у колониальной политики всех держав вот этот элемент цивилизации присутствовал, но не доминировал, потому что основным источником колониальной экспансии были, конечно, поползновения создать свою сферу влияния или приобрести какие-то экономические преимущества, там источники сырья, стратегические позиции для дальнейшего соперничества с своими главными противниками на международной арене, вот это доминировало. А Миклуха Маклай, не являясь принципиальным противником колониализма, а в то время он не мог являться противником, он делал акцент на гуманной стороне. И вот когда читаешь его работы, очень интересное рассуждение, что английский колониализм, ну туда-сюда англичане, они, конечно, думают о своих интересах, но в то же время какие-то меры предпринимают, чтобы уж эксцессов не было. Испанцы, вот эти хорошие колонизаторы, потому что в силу своей отсталости Испания вообще не лезет в свои колонии, она их просто удерживает и никак не влияет. А вот немцы, вот к немецкому колониализму он относился очень плохо, потому что считал, что немцы прежде всего начинают выжимать соки из своих колоний, что для них это главное. Ну и, конечно, когда речь шла о том, что, может быть, Новая Гвинея станет либо русским протекторатом, либо территорией русской переселенческой колонии, то главное, и я бы сказал, пожалуй, единственная цель Миклуха Маклая – это защита коренного населения. А забывать об этом никогда не надо. Александр Яковлевич, вот говоря о том, что действительно во время протектората это в большей степени защита, в том числе и тех традиций, культурных особенностей, в то же время принесение им цивилизации. Миклуха Маклая фактически на Новую Гвинею, на берег Маклая, это и принес. Он, с одной стороны, сохранил, и в то же время топор, как металлическое первое орудие, оно распространилось и даже используется как слово, которое до сих пор используется. И здесь же, как мне кажется, это один из элементов русскости того времени, который присутствовал у многих в Российской империи, несмотря на то, что это была огромная страна с огромным количеством различных этнических групп и национальностей, все равно они жили в одной семье большой. И, разумеется, какие-то конфликты были, но они внутри себя решались, исходя из того, чтобы все-таки сохранять эти отношения. Может ли это быть той причиной, почему у него был такой подход? Ну, наверное, он как представитель великорусского, как тогда говорили народа, так и рассматривал малые народы, скажем так. Может быть, вы здесь, конечно, и правы, я об этом, честно говоря, не задумывался детально, но то, что он относился к папуасам, а не к нему, что еще важнее, как к отцу родному, как к покровителю, как к человеку, которому можно доверять. Да, мы горо-горо. Да, это совершенно очевидно. Причем, ну, тут могут сказать, знаем мы вас, русских пропагандистов, вам лишь бы хвалить, так сказать, русских отечественных исследователей, все это пропаганда. Ничего подобного. Вот в 83-м, 1883 году на Новой Гвинеи был корвец Кобелев, на котором был флаг командующего русским отрядом судов в Тихом океане контр-адмирала Копытова. Они зашли на Новую Гвинею, чтобы сделать съемку портов, там, бухт. И Миклуха Баклай, как известно, на этом корвете, попал на корвет, значит, он в Австралию в это время направлялся. И Копытов писал во время плавания письма жене своей. Они сохранились. С женой, судя по всему, у них были очень теплые отношения, письма совершенно откровенные, там никогда нет того, что требует начальство, как известно в официальных донесениях такое часто бывает. Это совершенно личные письма. И вот он пишет, что что бы мы делали без Миклуха Маклая. Мне, говорит, страшно было смотреть на этих жителей, для нас это совершенно непривычно. Он с ними обращался как с родными, они с ним тоже. И они нам помогали. И благодаря Маклаю мои офицеры довольно быстро выполнили все те задания, которые нужны. Но как он их не боится, какой он молодец и так далее. И это при том, что когда Миклуха Маклая попал на корвет, Скобелев стал знакомиться с Копытовым. Копытов, который был такой несколько чванливый офицер с военной косточкой, он пишет жене, что вот штафирку, значит, штатского Миклуха Маклая тут приехал. Я его быстро приведу в чувство, мне эти интеллигентские штучки не нужны. А потом пишет, слушайте, какой он интересный человек оказался. С кем он только не встречался, сколько он знает, как он рассказывает. То есть отношение изменилось совершенно. И вот эта вот способность Маклая устанавливать отношения с любыми людьми, способность Маклая оказывать поддержку в ситуациях, с точки зрения европейцев, критических, это очень ценное качество. Оно было, кстати, оценено даже таким суровым офицером, каким был контр-адмирал Копытов. Александр Ильич, много ходило слухов и мифов про Миклуха Маклая на Новой Гвинеи в России. Но один из мифов, поскольку наш отечественный ученый практически единственный был в той части света, о том, что он был разведчиком. И вот насколько я сейчас из ваших уст услышал, вспомнил о том, что были донесения, доклады о Миклуха Маклая, о том, что будем мы использовать его знания для того, чтобы в конце концов знать об Австралии, об океане. Так ли это было? Знал ли он о том, что используется его... Как использует его... Знал. Дело в том... Нет, конечно, шпионом он не был. Но дело в том, что мне удалось и обнаружить, и потом опубликовать, и прокомментировать вот эти письма с рассказом о военно-политической обстановке в Австралии, в океане, которые Миклуха Маклай посылал русскому правительству. Это период с 1800, дай бог памяти, 83-го по 86-й год. Это было время, когда начинался колониальный раздел Новой Гвинеи, и было ясно, что часть себе заберут англичане, что туда лезут немцы, и они, очевидно, попытаются урвать кусок Новой Гвинеи себе. Миклуха Маклай очень нервничал, потому что английская часть Новой Гвинеи, можно было предположить, достанется австралийцам. А австралийцев Новая Гвинея интересовала, как казалось, Маклаю, только как источник возможного золота. Там ожидалось, что там есть месторождение золота, а перед золотоискателем, как известно, ни перед чем не остановится. И вот он активизирует усилия по созданию русской сферы влияния в океане. Понимал, но колониальный раздел неизбежен. Так чем Россия хуже, почему она не должна ничего получить? Тем более, что все это делается для блага папуасов, как он считал. И вот он предлагает Александру Третьему активизировать русскую политику в океане и создать там русскую сферу влияния. Как известно, даже вычертил карту, где обрисовал возможную русскую сферу влияния в океане. Она сейчас опубликована. А для того, чтобы убедить русское правительство, он вызвался сообщать сведения об активности англичан и австралийцев, об антирусских настроениях, вообще о состоянии обороноспособности вот этих европейских поселений в Австралии и в океане, и о ситуации на других островах. Когда он это предложил, то министр иностранных дел Гирс пишет царю, что, собственно, нам это вообще-то ни к чему, но почему бы и не воспользоваться тем, что вот есть человек, который хорошо разбирается во всех этих вопросах, и получать информацию. И Миклуха Маклай добросовестно все это делает. Никаким шпионством, то есть выявлением секретных данных, знаете ли, ползком под колючим забором, чтобы что-то выяснить, он не занимался. Он получал информацию из совершенно легально сдающихся газет австралийских, из разговоров, вот, и информация о чем? Ну, как всегда, были напряженные отношения между Англией и Россией, это два основных соперника на международной арене, и ожидалась война. Ну, скажу, что это были противоречия тогда в Средней Азии, которую Россия в то время присоединяла англичане, дико боялись, что вслед за Средней Азией русские полезут в Индию, в жемчужину британской короны, поэтому отношения были очень напряженные, а в Австралии началась буквально паника, что вот будет война между Россией и Англией, а Австралия не защищена, а русский флот нападет, об этом кричали все газеты, хотя это ерунда русского флота, сил бы не хватило напасть на Австралию, и там началось что? Склады угля создаются. Когда наши корабли западут? После того, как зашли наши корабли? Ну, в 82-м зашли наши корабли, вот как раз в 83-м, 4-м и 5-м кораблей не было, но их ожидали вообще. Считалось, что если будет война, то русский флот обязательно совершит рейд против Австралии, но как же? Первая страна в мире по добыче золота, неслыханные капиталы в банках Мельбурна. Причем фантазии на эту тему у австралийцев было немерено, и даже писали, какую сумму контрибуции русский флот стребует с того или иного города. Вам не кажется, что это был один из элементов того, чтобы просто заняться больше военными укреплениями, работать денег на... Конечно, конечно, было и так, хотя надо сказать, что австралийцы в этом вопросе народ прижимистый, и журналисты, и публицисты писали, что срочно надо увеличить расходы на вооружение, но правительство, которое зависит от налогоплательщиков, не очень на это шли, но тем не менее, да, конечно, какие-то укрепления появляются вот в районе Брисбана, на островах Четверга, это все против русских. И вот Миклуха Маклай пишет, какие есть планы переоборудования гражданских судов в военные. Все это из газет берется. Какие угольные склады, что они пишут о возможности русского нападения. Все это посылается в Россию. Об этом, кстати, подробно у Тумаркина написано в его книге «Белый папуаз». А в России к этому относятся очень своеобразно. Делают копии, направляют в морское министерство. Ну, по назначению, конечно. Военные должны знать, что там происходит. А в политическом плане ничего Россия не предпринимает к досаде Миклуха Маклая. И всю ту информацию, которую он собрал, ее сложили под сукно. Это то, что у нас сейчас называется «принять к сведению». И не более того. Он и не скрывал, что все это делается для того, чтобы побудить Россию активизировать свою политику в Тихоокеанском бассейне. Ну, надо сказать, что русское правительство реально оценивало политическую ситуацию в южной части Тихого океана и реально оценивало возможности России. И оно понимало, что любое вмешательство в колониальные разборки Англии, Германии, Голландии, Франции может вызвать осложнение отношений России с этими державами, что было совершенно ни к чему. И, скажем, морской министр Шестаков писал, что что мы там будем делать, зачем там создавать какую-то сферу влияния, которую невозможно будет держать в случае начала Большой войны. Зачем это нужно? Поэтому русское правительство не восприняло советами Клуха Маклая и не проявило никакой активности в южной части Тихого океана и правильно сделало, потому что иначе для нашей страны были бы большие международные неприятности. Александр Ильич, ну, Миклуха Маклая в любом случае был вхож и получал поддержку от царской семьи. Да, конечно. И несмотря на то, что его не поддержали, его предложения рассматривались и достаточно долго. Да, достаточно серьезно. Был создан комитет по рассмотрению идеи о создании русской колонии. Там выступал Миклуха Маклая сам. Но, кстати, Александр Третий эту идею поддерживал. Он был такой империалист, если можно так сказать. И вообще он к Клуху Маклаю хорошо относился. Известно, что он и субсидировал его исследования. И царь приказал рассмотреть эту проблему. Но министр морской, военный министр, министерство финансов, министерство внутренних дел, они не сумели убедить царя, что это дорогая авантюра, которая никакой практической пользы русской внешней политики не принесет. Поэтому заседания комитета закончились тем, что идея Маклая была отвернута. И Александр Третий написал считать это дело конченным, Миклуха Маклаю отказать. Хотя, может быть, это не соответствовало пожеланиям самого царя. Александр Ильич, но берег Маклая, он остался в памяти, как и русских, отечественных ученых. Почему в последующем произошло достаточно серьезное изучение и, скажем так, выделено целое Маклая-ведение. И вот именно берег Маклая это тот символ для многих его путешествий. 150 точек только, которые он описал подробно, которые он путешествовал. И берег Маклая. Вот почему, по вашему мнению, именно так близок к нам берег Маклая? Вот именно поэтому. Потому что наш соотечественник мало того, что первым провел там такие результативные исследования, мало того, что он собрал там блестящие коллекции замечательные, но он еще и фактически стал зачинателем вот таких взаимных симпатий русских папуасам, папуасам к России. Это то наследие, которое нужно беречь приумножать и использовать для развития нормальных, позитивных, дружественных отношений между Россией и ныне независимым государством Папуа-Новой Гвинеи. Конечно же. И добавлю, что надо приложить усилия, чтобы вернуть название этому берегу, чтобы не рай и кост был, а берег Маклуха-Маклая. Александр, ну, наверное, вы знаете, что премьер-министр Джеймс Марапа современного независимого государства Папуа-Новой Гвинеи в своем обращении во время одной из трансляций называл именно берегом Маклая. Пока он не появился на картах, но, по крайней мере, в сердцах папуасов они его называют берегом Маклая. И чтобы отрадно, он назвал его человеком, который входит в пятерку тех значимых людей, которые внесли вклад в формирование вообще и государственности, и мировоззрения, и отношения к папуасам и самих папуасов. И, наверное, еще этнического самосознания папуасов как нации. Конечно, это бесценное наследие. Мы можем гордиться, что Миклуха-Маклая один из национальных героев Папуа-Новой Гвинеи. По сути, это так и есть. В книжках его изучают в школе. Да, да. И это очень ценно, это надо беречь. Вопросы по поводу наших книжек. Ведь я помню, что то наследие, которое сейчас более старшего поколения у меня, который помнит книжки «Жизнь замечательных людей», это та книга, которая давалась ребенку для того, чтобы получить увлекательный, ознакомиться с увлекательнейшим миром и путешествий. И фактически с одной стороны сказка, но эта сказка описана действительно исследователем. А сейчас этого нету в той мере. И насколько важно это сохранять? Есть ли какие-то альтернативы и причины, почему это важно делать? Конечно, это важно сохранять. Это важно для того, чтобы показать вклад России и русской науки в мировую науку. Это важно с точки зрения формирования патриотических чувств у нашего населения, у молодежи прежде всего, но другой вопрос, что это надо делать, наверное, в современных формах. Потому что, к сожалению, я даже повторю, к сожалению, книжный вариант сейчас у молодежи не популярен, значит, нужны фильмы, нужны какие-то интерактивные вещи, которые бы информировали о заслугах Миклуха Маклая. Вот это очень нужно. Александр Ильич, говоря, вот о науке, зачастую складывается мнение о том, что это достаточно серьезное, иногда скучное дело, которое нужно заниматься обстоятельно, не торопясь, иногда в тишине, чтобы никто не отвлекал. И в то же время, если мы знакомимся, например, с дневниками Миклуха Маклая или с тем же огромным собранием сочинений, мы смело можем переставить его из научной литературы на полку, путешествий и приключений. Можно, конечно, да. Не кажется ли вам, что Миклуха Маклая он тот самый популяризатор неосознанным образом науки, который вовлекает через увлекательную, но в то же время точную передачу к исследованиям? Ну да, так оно и есть. Он, видимо, и не подозревал, что он станет популяризатором в итоге науки, но, конечно, потому что все это описано необычайно хорошим языком, это описание совершенно неизвестных вещей, экзотических для современного читателя. Все это очень интересно, но я не вижу противоречия между сидением в кабинете в тишине и анализом научным того, что ты изучаешь, и вот популяризации науки благодаря тому, что сам научный материал делает такую популяризацию возможной. И, конечно, если говорить о Миклухе Маклая, то да, нужно изучать в тиши кабинетов его научное наследие, его вклад, его взгляды, потому что это человек эпоха для русской науки, но в то же время и использовать его наследие для популяризации науки и достижений нашей страны. Ученые в то время это люди, которые в основном пользовались фактами, уже описанные миссионерами, а иногда и колониальной администрацией. На основе этого они делали выводы. Миклух Маклай фактически полевым путем полевые исследования, конечно, самое ценное. Это было самое ценное и, наверное, поэтому к нему прислушивались очень серьезно в плане того, что он получал информацию с первых властей. Конечно, конечно, причем часть его заметок, они же сразу на немецком и на английском языках издавались и становились доступны европейской науке. Разумеется, ну, можно только еще раз преклонить перед ним голову за героические полевые исследования в чудовищных по современным меркам условиях. Субтитры создавал DimaTorzok